МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преподавать и воспитывать. 5 октября. Всемирный день учителя. В пятницу 2 октября на здании областного кардиологического диспансера открыли мемориальную доску известному хирургу Павлу Григорьевичу Швальбу. Место для установки выбрали не случайно. Здесь на протяжении почти полувека трудился заслуженный врач России. Пациентов Павел Швальб научил понимать, что заболевание сердца – не приговор. Он провел более 10 тысяч операций. Эти цифры приобретают особый смысл, когда понимаешь, что за сухими фактами стоят сотни судеб и обретенной надежды на полноценную жизнь. Мы живем, пока по сосудам бежит кровь. И, наверное, очень символично, что долгие годы сердцем рязанского областного клинического кардиологического диспансера оставался Павел Григорьевич Швальб. Этот человек столько сделал для развития регионального здравоохранения, что появление в городе мемориальной доски с его именем было всего лишь делом времени. Лучшая дань памяти – это продолжать дела своего учителя и наставника. Без устали повторяли сегодня гости мероприятия – министр здравоохранения Рязанской области, глава города Андрей Кашаев, ученики и последователи заслуженного врача. За свою долгую жизнь Павел Григорьевич повидал многих пациентов, пережил разные политические режимы, изнутри видел развитие медицинской науки. Для меня он не просто Павел Григорьевич был, для меня он был паня, как для многих учеников и друзей. Они очень дружили с моим отцом, поэтому я все, что касается его, очень близко к сердцу принимаю. Звание почетного гражданина города Рязани доктору медицинских наук профессору Швальбу присвоили еще в 2007 году. Павел Григорьевич был удивительным человеком, обладал энциклопедическими знаниями, состоял во многих общественных организациях. Конечно, это была огромная личность, я не побоюсь слова такого, что таких больше не будет действительно людей. Это был и выдающийся ученый, и человек. Поэтому сделал он много, и словами это не передать, ни в рамках короткого сюжета, ни в рамках большого репортажа. Основная заслуга, на мой взгляд, это в создании сосудистого центра и создании школы сосудистых хирургов, которые вышли далеко за пределы не только Рязани, Рязанской области, но и за пределы России. Ее ученики практически сейчас работают во всех странах мира. Всю свою жизнь Павел Григорьевич Швальб посвятил медицине, но немногие знают, что его мечта была другой – поступать в театральное училище. Сердце подсказало не искать счастья вдали от дома. Впрочем, свой актерский талант он с удовольствием использовал и в серьезных мероприятиях. На конференциях и встречах нередко читал стихи собственного сочинения. Я так понимаю, что по отношению к нему коллектива, наверное, он, может, на работе-то был более добрее, чем дома. Потому что, опять же, так и надо, кого любишь, тех наказываешь. Недаром ученики и коллеги профессора Швальба закончили это мероприятие строками Маяковского. Гвозди бы делать из этих людей не было бы в мире крепче гвоздей. К 120-летию со дня рождения Сергей Есенинов в Константинове готовит масштабный праздник. В программе дня спектакль с участием артиста Сергея Безрукова, выступления духового оркестра и народного хора. На трех поэтических площадках выступят известные поэты Рязани и других городов. На Сельской площади пройдут народные гуляния и ярмарка. Также гостей праздника ждут спектакли, джазовые концерты, выставки. На одной из таких экспозиций, посвященных поэту, побывала Марина Комиссарова. Выразить свою любовь к поэту так или иначе пытаются многие люди, связанные с творчеством. В музее Сергея Есенина в Константиново к юбилею выставили уникальные мемориальные вещи, которые обычно находятся в фондах в связи с особым режимом хранения, а также предметы, посвященные поэту. Две работы. Одна из них вот эта, это Шерлемань. Этот портрет считается одним из лучших портретов Сергея Есенина. И, кроме того, работа Якушевского, которая находится у меня со спиной. Это тоже один из очень известных художников. И этот портрет Сергея Есенина также считается наиболее полноотражающим его духовный мир, его глубокую связь с русским народом, со своей страной. В принципе, выставка, которая посвящена 50-летию, она еще объединяет, показывает любовь действительно людей к поэту от самых маленьких до самых взрослых. То есть они делали поэт о посвящении, например, в 65-м году, когда Есенин, ну, конечно, уже не считался запрещенным поэтом, но был еще не до такой степени известен. Дети из материнской школы сделали вот такое вот полотно, вышли его сами. То есть ему сейчас уже тоже 50 лет. То есть есть и другие отзывы о том, что нужно организовать здесь музей. И работы, посвященные Есенин, приходят постоянно в музей как дар. Надо сказать, что сам музей в этом году тоже празднует юбилей – 50 лет. И, по словам сотрудников, люди до сих пор приносят свои посвящения поэту. Большинство все-таки русских людей, они очень тесно связаны с Россией. То есть душа каждого человека связана корнями с нашей землей. И поэзия Сергея Есенина, она тоже фактически выросла из духовной поэзии души русского человека. Поэтому она близка каждому из нас. Ну и, на мой взгляд, каждый человек может в поэзии Есенина найти что-то для себя. Какой-то ответ на вопрос или комментарий к сегодняшним событиям, она до сих пор актуальна. Она не потеряла ни своей красоты, ни новизны, ни пользы. И, конечно, у каждого есть любимые есенинские строки. Несказанная синяя, нежная, тих мой край, после бурь, после гроз. И душа моя, поле безбрежное, дышит запахом меда и роз. Я утих, годы сделали дело, но того, что прошло не клену. Словно тройка коней оголтелая прокатилась через всю страну. Напылили кругом, накопытили и пропали сквозь дьявольский свист. А теперь вот в лесной обители даже слышно, как падает лист. Отговорила роща золотая березовым веселым языком. И журавли, печально пролетая, уж не жалеют больше ни о ком. Одну строчку наизусть из поэзии Сергея Есенина может рассказать и взрослый, и ребенок. В этом убедилась Наталья Новикова. У знаменитого памятника Сергея Есенина на набережной реки Трубеж состоялся традиционный поэтический митинг, в этом году приуроченный к 120-й годовщине великого русского поэта. Как и в прошлые годы, им сюда пришли представители литературных творческих союзов и объединений, студенческой и учащейся молодежь, представители библиотечного сообщества, все поклонники и почитатели поэзии. Конечно, имя Сергея Есенина дорого и близко каждому рязанцу. И не может не радовать тот факт, что жители нашего города не только гордятся своим земляком, но и с удовольствием декламируют его произведения. В зимний вечер по задворкам, разухавистой гульбой, по сугробам, по пригоркам мы идем-бредем домой. А постылются ласки, и мы садимся два редка, слушать бабушкины сказки про Ивана-дурака. И сидим мы еле дышим, время к полночи идет, притворимся, что не слышим, если мама спать зовет. Я часто думаю, за что его казнили, зачем он жертвовал своей головой, за то, что враг суббот, он против всякой гнили отважно поднял голос свой. Но мне осталось, мне осталось волос твоих стеклянный дым, и глаз осенней усталость. О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта, я сердцем никогда не лгу. И потому на голос чванства бестрепетно сказать хочу, что я прощаюсь с хулиганством. Пора расстаться с озорной и непокорной отвагой, Уж сердце напилось иной, кровь отрезвляющую брагой. Там, где капустные грядки, красной водой поливает восход, клиненочек маленький матки зеленые выми сосет. Сколько образов у пятнадцатилетнего поэта! Не подвело и подрастающее поколение. Заметался пожар голубой, позабылись родимые дали. Первый раз я запела про любовь, первый раз отрекаясь скандалить. Был я весь, как запущенный сад, был на женщине зелье падки, безонравия успеть и перестать, и терять свою жизнь без оглядки. Утром в ржаном закуте, где золотятся рогожи в ряд, семерых ощенила сука, рыжих семерых щенят. До вечера она их ласкала, причесывая языком. И струился снежок поталый, под теплым ее животом. А вечером, когда куры обсиживают шесток, вышел хозяин хмурый, семерых всех поклал в мешок. На раздробленной ноге приковыляло, у нары свернулось в кольцо, тонкой прошлой кровь отмежевала, на снегу дремучее лицо. Ей все бластился в колючем дыме выстрел, колыхалась в глазах лесная топь, из кустов косматый ветер сбыстрел, и рассыпал звонистую дровь. Все живое особой метой отмечается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор, худощавый и низкорослый. Средь мальчишек всегда герой, часто-часто с разбитым носом приходила к себе домой. Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист. Ха, какая смешная потеря, много в жизни смешных потерь. Стыдно мне, что я в Бога верил, горько мне, что не верю теперь. Золотые, далекие дали, все сжигает житейской мреть. И похабничал я и скандалил, для того, чтобы ярче гореть. Дар поэта ласкать и корябать, роковая на нем печать. Так что можно с уверенностью сказать, что творчество великого русского поэта живо в наших сердцах. В эти выходные профессиональный праздник отметят и педагоги. Приятно в очередной раз обратить внимание на то, что учитель – это человек, который не только обучает своих подопечных различным наукам, но еще является носителем духовно-нравственного начала. Ведь главная задача преподавателей состоит именно в воспитательной функции подрастающего поколения. Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя, прошел в Рязанском музыкальном колледже. Перед пришедшими на торжественную встречу педагогами выступали молодые исполнители с творческими музыкальными номерами. А перед входом в актовый зал, прямо в холле, ученики художественного училища организовали импровизированную выставку своих работ. Посетил профессиональный праздник работников сферы образования и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он вместе с педагогами осмотрел выставку юных художников, а затем в зале поздравил учителей региона. И в своем выступлении Ковалев отметил те изменения, которые произошли в сфере образования в последние годы. Это прежде всего укрепление школьной материально-технической базы, а также повышение заработной платы педагогов различных специальностей. В соответствии с майскими указами президента Российской Федерации в регионе ведется последовательное повышение заработной платы учителей. Специалистам сферы образования предоставлено ряд льгот, преференций. Конечно, можно говорить и спорить, рассуждать. Мало, много, быстро растет заработная плата, медленно, есть некие торможения. Да, понятно, реальная жизнь есть реальная жизнь, где никуда не уйдешь. Но то, что эта цель поставлена, то, что мы к ней идем и будем добиваться тех показателей, которые запланированы в конечном итоге, это я могу обещать, потому что так оно и будет. Обращение к педагогам у главы региона стало во многом программным. Губернатор призывал учителей объяснять своим воспитанникам практическую значимость преподаваемых предметов и таким образом подготавливать молодых ребят к конкурентному рынку труда. До некоторых пор мы не ориентировали детей на профессию. И порой и родители, и дети выбирали профессию, исходя из того, что из ящика говорят, из того, что на их взгляд является перспективным. И частенько ошибались. Сегодня эта работа у нас начата, она уже в течение двух лет мы ее ведем, мы ее будем усиливать с вами, потому что мы считаем это очень важным, когда мы сориентируем ребенка на профессию, на ту, которая будет востребована там через 3-5 лет, когда он закончил среднее или выше учебное заведение, придет работать в экономику или в социальную сферу, он должен понимать, сколько он будет стоить, так вот сленгом говоря, да, какой социальный пакет, какие условия для жизни у него будут предоставлены, насколько востребована эта профессия, нет ли там излишней конкуренции на этом рынке труда. Далее Олег Ковалев наградил учителей региона нагрудными знаками, почетными грамотами и благодарностями. Продолжился праздничный концерт выступлениями молодых музыкантов. Бывший первый зам председателя правительства подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Проверку в отношении Дмитрия Андреева провела прокуратура. По ее итогам возбуждено уголовное дело. Фермер на личном приеме у прокурора Рязанской области Олег Черныша заявил, что ему не удается получить субсидии на развитие сельхозпроизводства. При этом, по словам труженика села, некоторые другие фермерские хозяйства получали господдержку не всегда на честных конкурентных условиях. После такого обращения сотрудники прокуратуры установили, что выделение финансовых средств курировал именно Дмитрий Андреев, будущий главой регионального минсельхоза, а впоследствии первым заместителем председателя правительства Рязанской области. В августе прошлого года Андреев попросил от руководителя одного из крупных сельхозпредприятий и внедорожник Toyota Land Cruiser 200 стоимостью около 3,5 миллионов рублей. В целях обеспечения государственного контроля за деятельность одного из созданных правительством области ОАО Андреев был назначен туда представителем областного правительства в органы управления этого общества, а затем был избан и председателем совета директоров данного общества. Сдоупотребляясь своим служебным положением, в августе 2014 года Андреев дал незаконное указание директору контролируемого им ОАО приобрести для него за счет акционерного общества автомобиль Toyota Land Cruiser 200. При этом у Андреева имелся непосредственно представленный ему служебный автомобиль вместе с водителями. В ноябре прошлого года Land Cruiser был передан Андрееву сначала безвозмездное пользование, а затем по договору аренды заплату в 30 тысяч рублей в месяц. Хотя стоимость аренды такого автомобиля была, естественно, значительно выше. По версии следствия, в производстве следственного управления МВД России по городу Рязани находилось уголовное дело по фактам тайного хищения чужого имущества. Фигуранты по данному уголовному делу находились под стражей, а у одного из них был изъят автомобиль Infiniti, который был приобщен к рамках расследования уголовного дела в качестве вещественного доказательства. 6 февраля этого года знакомый, привлекаемый к уголовной ответственности молодого человека, дал взятку следователю за совершение заведомо-незаконных действий в пользу фигуранта. А именно, он просил следователя отменить или изменить меру пресечения на более мягкую, не связанную с лишением свободы, освободить молодого человека от уголовной ответственности, а также возвратить ему автомобиль. Напомним, что Дмитрий Андреев покинул пост первого заместителя председателя правительства 13 августа 2015 года. Выявление факта взятки и возбуждение уголовного дела стало возможным в результате совместных действий сотрудников региональных управлений прокуратуры, следственного комитета, полиции и ФСБ. Меры пресечения Дмитрию Андрееву пока не избраны. Также на этой неделе в интернете появилось видео задержания мужчины, похожего на председателя Совета депутатов спасклепиков Сергея Васина. Об этом, а также других событиях расскажет Глеб Галушкин. В среду в сети интернет появилось видео задержания председателя Совета депутатов спасклепиков Сергея Васина. Задержание произошло возле городского парка, неподалеку от городской администрации. Напомним, несколько лет назад Сергей Васин стал фигурантом уголовного дела о смертельной автоаварии с участием бывшего мэра Федора Проваторова. Тогда, в сентябре 2006 года, от столкновения с Мерседесом погибли два несовершеннолетних мотоциклиста. Вину за то ДТП взял на себя депутат Касимской районной думы Сергей Васин. Сейчас же Сергей Васину, как сообщают сотрудники регионального следственного комитета, подозревают в мошенничестве. По данным следствия, Васин обещал за 100 тысяч рублей помочь сдать экзамен студентке одного из рязанских вузов. Расследование уголовного дела продолжается. Сутки потребовали с рязанским полицейским, чтобы раскрыть вопиющий случай вандализма на Шереметьевском кладбище, произошедший ночью с прошлого воскресенья на понедельник. Тогда, утром первого рабочего дня, пришедшие привести в порядок могилы своих умерших близких, горожане были шокированы ужасной картиной разгрома, десятками поваленных надгробий и поверженными крестами. У отца поваленный памятник лежит. Многие памятники очень разбиты, особенно вдоль гаражей, с той стороны. В день затмения Луны здесь уже такое было. Десять лет назад также валяли, памятники разбивали. По стороне, где забор этот железный, там по два памятника свалены. И по той стороне, вдоль гаражей, там надо смотреть. Мы еще там не были, но там, говорят, тоже поваленные. Примечательно, что как раз в ночь с прошлого воскресенья на понедельник жители планеты могли наблюдать редкое астрономическое явление. Полное лунное затмение, называемое суперлунием. При этом окраска спутника Земли изменяется с ярко-желтой до кровавой. Никакой системы полицейские в действиях вандалов не обнаружили. Памятники принадлежали людям разных полов, возрастов и национальностей. А после активных разыскных мероприятий, спустя всего один день, стражи порядка задержали троих злоумышленников, которые, уже находясь в отделении полиции, ничего внятного, кроме того, что были сильно пьяны, не сообщили. Я не осознал, что я делаю. А много выпили-то? Я не помню. Не помнишь? И пошли куда? Кого-то? Кого-то? И что там делали? Памятники сносили. А много памятников-то? Я их не считал, говорят, около семейства. Но я так не мог. Много, да? А для чего это вообще вы делали-то? Я уже пьяный был. А сколько ваш народ-то был? Трои. И все трои, да, выломали? Да. Много. Ты сам сколько памятников-то сломал? Десять номер. Что-то точно. И больше, не помнишь, да? Я вообще не работал. А почему подтянул именно на кладбище-то? Не пошли гулять там на дискотеке? Почему именно на кладбище-то пошли? Мне сходить не нравилось. Теперь вандалам за надругательство над телами умерших и местами их захоронения грозит лишение свободы на срок до пяти лет. А рязанские дорожные полицейские, как и их российские коллеги, на неделе проверяли тяжелые фуры. Посты весового контроля были оборудованы на всех постах при выезде из областного центра. За восемь месяцев 2015 года сотрудниками госавтоинспекции было взвешено более пяти тысяч транспортных средств. К административной ответственности за перевозку тяжеловесного груза привлечено более тысячи водителей. Немногим менее 500 транспортных средств эвакуировано на стоянку. Пришлось на этой неделе потрудиться и рязанским спасателям. Они выезжали в понедельник на крупный пожар в селе Сысо и Сараевского района. Это происшествие напомнило события пятилетней давности, когда жарким летом 2010 года сгорели дотла сразу несколько населенных пунктов региона. Тогда среди основных причин возникновения масштабных пожаров в регионе назывались массовые палы сухой травы местными жителями. Как сообщают спасатели, возгорание в Сысоях произошло в два часа дня. Оперативно на место прибыли первые пожарные расчеты. А всего же в тушении участвовали 62 человека, 19 спецмашин, а также вертолет Ка-32. К половине шестого вечера огнеборцы победили пламя. Однако 11 строений спасти так и не удалось. Пострадавших нет, но огонь уничтожил 4 жилых дома. Без крови остались 6 человек. Они сейчас расселены по родственникам. А причиной пожара сотрудники регионального управления МЧС называют поджог травы. Надо сказать, что после пожара в Сараевском районе губернатор Олег Ковалев пообещал усиленные проверки по жлесу. В Рязани в Канищеве открылся новый супермаркет формата дискаунтер. То есть магазин с широким ассортиментом товаров по ценам ниже средних. Новая сеть дискаунтеров «Да» выходит на рынок в Рязани. Первый супермаркет открыл свои двери для посетителей на улице Станкозаводская, дом 32, торговом центре «Квартал». Как заявляет компания, «Да» — это совершенно новый для России формат дискаунтеров, в котором покупателю удобно совершать покупки. Здесь просторный зал, современное оборудование, а главное — тщательно подобранный ассортимент, который включает любимые бренды. У нас представлены основные товары, которые люди покупают ежедневно, ежедневно употребляют. За счет этого у нас ограниченный ассортимент, и, соответственно, мы продаем только топы продаж. У нас нет большого ассортимента, есть в каждой категории только лидеры продаж на рынке. Кроме того, четыре наших составляющих успеха, на наш взгляд, — это выпечка собственного производства, это свежее молоко, свежее мясо и овощи-фрукты. Молочные продукты поставляют на полке магазина рязанские фермеры, а собственная пекарня балует покупателей разнообразием выпечки. Здесь, кстати, можно приобрести к столу помимо традиционных багетов батон русского хлеба с клюквой и другими начинками. Данная сеть дискаунтеров также выпускает и свои собственные бренды — это соки, кондитерские изделия, мясная продукция. Очень нравится магазин, хороший, собственная пекарня, очень вкусный хлеб. Мне нравится, здесь светло, небольшое пространство, то есть мы не толкаемся между другим покупателем. Я тут рядом живу, в соседнем доме, вот я всегда часто туда хожу, беру сюда выпечку, продукты, и там все очень дешево, все очень качественно, хорошо. Ну, супермаркет новый, и, знаете, по сравнению с другими супермаркетами, мне понравилось то, что здесь просторный зал, светло, очень удобно, хороший выбор продукции. И мне нравится то, что в основном это российская продукция, очень хорошего качества. Мы пробовали и замороженные продукты, и молочные продукты, все замечательно, и цена приемлемая, то есть удобно. Компания сети супермаркетов «Да» сокращает длину цепочки производитель поставщик прилавок. За счет этого у покупателей есть доступ к товарам по максимально низким ценам каждый день. Мы единственная компания, которая входит на российский рынок, на российский продуктовый ритейл, со своим собственным распределительным центром. То есть у нас собственный распределительный центр, у нас собственные автомобили, собственная служба доставки, собственные водители. До конца года более 30 таких магазинов планируется открыть в Москве и области. В Рязани еще один магазин «Да» начнет работать уже в этом месяце на улице Вокзальной, и также порадует своих посетителей быстрыми, удобными и приятными покупками с высоким качеством и по низким ценам. Это все, что мы хотели вам рассказать. Все новости смотрите на сайте город62.тв. Мы прощаемся с вами до понедельника. Хороших вам выходных. До свидания. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова